Привет, друзья! В эфире самая лучшая передача «Ответской жизни» «Гламурный агент» и ее ведущая Женя Гоа. Сегодня я покажу вам, как проходила первая и единственная модельная вейнале в Киеве, концерт группы «Не ангела», а также я успела побывать на мероприятии «Харли Дэвидсон». Как всегда, было ярко и весело. Для вас и старалась. Сегодня я приехала на мероприятие «Харли Дэвидсон». Именно здесь я узнаю, кто самый бесстрашный из представителей украинского шоу-бизнеса. Сегодня ты приехала без своего напарника по сцене Артема Меха. Где-то я его потеряла. Я, потому что называла собой другого человека, у которого есть категория «А», что позволяло мне сегодня прокатиться на «Харлейчике». Я знаю, что ты любишь экстремальные виды спорта. Сегодня каталась. Как ты еще получаешь адреналин? Хожу на концерты разных групп. Это невероятный обмен энергии. Я это очень люблю. Это так немножечко побуждает к чему-то новому. Хочется сразу что-то делать. Ну, в общем, какой-то колоссальный подрыв внутренний. Ну и опять же, все, что связано с мотоциклами, со всеми двухколесными видами транспорта. Раньше ты пела вместе с Ваней Дорном. Сейчас ты следишь за его творчеством? Ну, периодически слышу, конечно же, то, что он делает. Мне очень нравится. Молодец. Он прям такой культовенький становится. Ты не думала о том, чтобы тоже стать сольной певицей? Пока, на самом деле, мне все устраивает. То, что происходит. Тем более, я реально осознала, насколько для меня важна группа «Паранормальных». Когда ушел Ваня, у нас вот это был переломный момент страшный, который я очень сильно, ну, это очень страшно переживала. Я поняла, что это для меня. Что для меня песни, что для меня вот публика, которая, ну, то есть, и вот пока на этих эмоциях меня все устраивает. Мне нравится. То, что я делаю, я от этого получаю удовольствие. Естественно, есть какие-то амбиции. Это у каждого человека, который там, чем больше людей в группе, тем, наверное, больше амбиции сделать что-то свое. Недавно ты сняла свой новый клип, режиссером которого стал Алан Бадоев. Я тебя поздравляю. Ну, на самом деле, свой клип Алан Бадоев мне снял уже где-то год назад. Это был ремейк. Кстати, монтировал другой человек, Стас. Песню, точнее, музыку написал Александр Горчица. В своем клипе снимался также бывший любовник Мадонны Хесус Лус. Чья была идея его привезти? Ну, на самом деле, у нас не было идеи кого-то привозить. Я с ним познакомилась в Милане, когда работала моделью. Он играл свой диджей-сет в клубе, куда я пришла отдыхать с друзьями. У нас оказались общие друзья, которые нас друг к другу представили. Говорят, что на съемках у вас вспыхнул роман. Это правда? Ну, я не хочу это комментировать вообще никак. Кого-кого? А вас я точно знала, что сегодня встреча на вечеринке Харли Дэвисон. Для меня, конечно, это легендарная марка, с которой асоциируется все, что связано с мотоциклами, с которой все началось. И хотя я сам не байкер, но это часть рок-н-ролльной культуры, духу этой рок-н-ролльной свободы, без которой не можно рок-н-ролл явить совсем. Наш последний клип достаточно провокационный, с элементами ярко выраженной эротики. Кому в голову пришла такая идея? Это значительно была импровизация на снимательном майданчике, благодаря тому, что такой был настрой у режиссера, такой настрой был у группы. И что нам повезло иметь такую героиню в клипе, которая была готова разом с нами импровизировать и вдаваться в этих вещей, которые там происходят. Это правда, что перед выступлением вы принимаете допинг в виде алкоголя? Это частковая правда, в том смысле, что это не обовязково. Это бывает, но мы никогда не переживаем этим. Ты пела в дуэте с барских. Романтическая такая песня. У вас точно исключительно дружеские отношения? Вы знаете, у нас намного больше, чем любовные отношения, намного больше, чем дружеские отношения. У нас есть творчество и вдохновение. Я думаю, что это сильнее. Я знаю, что сегодня ты была на кастинге в Виагру. Изменяешь все-таки Максу? В смысле изменяю? Это немножко другое в плане творчества. Но это такой для меня впервые шаг, но очень новый. Я очень хочу попробовать себя просто в группе этой. Поэтому сегодня я приложила все возможные усилия для того, чтобы понравиться студиям. и выступить на 100%. Ты действительно любишь экстремальные виды спорта? Экстремальные? Вообще, кстати, да. Я такая. Сегодня катала? Я вообще катала, но, к сожалению, мои каблы не позволили мне. Ну, и мы, кстати, не проблема совершенно. Потому что я сегодня садилась на одного из... Мотоциклы припаркованы, на все мои вопросы ответили. А я поехала дальше. Меня пригласили на благотворительный концерт, организованный Евгения Тимошенко. Кто из наших селебритис посетит это мероприятие и как они относятся к благотворительности, сейчас я и узнаю. Я знаю, что в скором времени ты уезжаешь в Казань. Ты едешь туда представлять свою новую песню? Мы туда едем с всей нашей дружной компанией «Красная ленточка» международной из бывших стран СНГ. Ну, заодно, почему бы и не представить новую песню, которую я буду петь с популярной молдавской исполнительницей Дарой. Сегодня благотворительный вечер. Зная все реалии украинского шоу-бизнеса, ты веришь в благотворительность? К большому сожалению, в последнее время все чаще сталкиваюсь с случаями благотворительности, когда организаторы не очень компетентны в том, что они создают и в том, что они делают. Недавно у вас был день рождения. Поздравляли много друзей-артистов. Алла Борисовна была среди них? Нет, была София Михайловна Ротара. Ну, это были поздравления, видеообращения. Ты одна из самых ярких блондинок в Украине. Кого можешь назвать самой скандальной блондинкой? Ну, наверное, по последним событиям можно делать анализ, что у Оля Полякова, потому что они постоянно что-то чем-то недовольны со Светланой Лободой. В своем недавнем интервью Оля Полякова сказала мне о том, что Наталья Валевская одна из самых безвкусно одетых артисток. Ты на нее не обиделась? Я сегодня с ней виделась, она мне этого не говорила. Мне вообще приятно, когда люди говорят в лицо, а не поза глаза. Когда поза глаза, значит, это под лицо. Сегодня благотворительный концерт. Знаю все реалии украинского шоу-бизнеса. Ты веришь в благотворительность? Я верю в талант детей. Ты сама занимаешься благотворительностью? Ну, каждый из нас, ну, творит благо, поэтому верю. И не просто верю, а я творю благо. Да что ж такое? Я не... простите, я не могу. Мы перезапишем. У нас идет телевизионная съемка для того, чтобы добиться максимально хорошего результата. Максим, у тебя двое детей. Вот что ты будешь делать, если они захотят связать свою жизнь с телевизием? Ты не будешь против? Уж то, что я не буду против, это точно. Но я и не навязываю, естественно. Как ты относишься к благотворительности? Я считаю, что это обязанность каждого. И эта обязанность должна ощущаться именно в душе и в сердце. И вне зависимости от толщины кошелька, каждый может сделать свой вклад, внести, помочь. Я знаю, что у вас годовщина, с женой 10 лет. Что ты ей подаришь? Это тайна, покрытая мраком. Но приятно. Почему все люди, которые работают на телевизоре, категорически не хотят смотреть телевизор? Или вы исключение? Я думаю, боже мой, откуда эта мудрая девушка знает, что я вообще не смотрю телевизор? Вы перепели песню Ирины Аллегровой достаточно удачно. Она безумно талантливая женщина. И у нее великолепный репертуар. К сожалению, сейчас очень мало композиторов и поэтов пишут песни такого плана. Сегодня благотворительный концерт, зная все реалии украинского шоу-бизнеса. Вы верите в благотворительность? Да, я верю в благотворительность. Дело в том, что то, что я делаю, я об этом не рассказываю. Я тебя постоянно вижу на различных мероприятиях. Ты действительно получаешь удовольствие от светских раутов? Нет, ты что? Меня сюда заставляют ходить под улом пистолета. Говорят, хочешь получить паспорт обратно, ходи на все мероприятия. Тут все для деток, и это все так мило и классно. Я люблю помогать детям. Ты постоянно ходишь один, молодой, талантливый, а свою любимую так и не нашел. Где справедливость? Было время, я ходил с Эрикой когда-то. Мне все говорят, нельзя Денис показывать ее. Нельзя, не ходи ты с ней. У тебя вон есть пиарщик, ходи с пиарщиком. Я говорю, ну мне же так хотелось что-то. Сегодня благотворительный концерт, зная все реалии украинского шоу-бизнеса. Ты действительно веришь в благотворительность? Да мне даже, честно говоря, я даже не хочу думать, куда эти деньги пойдут. Мне главное то, что я вижу детей и вижу, что им нравится. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Веселое. Это замечательный детский фестиваль, в котором детки показывают все свои творческие достижения, желания, возможности и самое главное возможности. Плюс, что это есть и уже происходит на протяжении 4 или 5 лет. Ты занимаешься благотворительностью? Да, я уделяю часть своего дохода. Я конкретно стараюсь помогать индивидууму, то есть тому человеку, которому сейчас это нужно. И делаю это инкогнитно. Вы президент фестиваля на Зустрич Мрии. В какой момент вы поняли, что хотите заниматься благотворительностью? Наверное, я поняла это тогда в 2009 году, когда я встретила вообще организаторов и родителей этого фестиваля, Ирину Волгину и Андрея Павленко. И они меня просто вдохновили хотя бы что-то сделать, чтобы помочь этому фестивалю. И сегодня участвуют около 150 детей в конкурсе. И они приехали из всей Украины, из 37 интернатов. И они присылают нам свои работы по интернету. Мы их смотрим, жюри наши звезды на их оценивают. Вы очень красивая девушка. Вы не думали о том, чтобы работать на телевидении, стать моей коллегой, например? Я думаю, что у каждого свой талант, и нужно заниматься тем, чем он хочет заниматься. Давайте больше-больше аплодисментов. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам фестиваля за то, что они уверенно шагают навстречу мечте. Женя Тимошенко, Влад Дарвин, Катя Бужинская, Наталья Валевская. Это далеко не весь перечень звезд, которые стремятся помогать детям. Лично мне очень хочется верить в то, что это не очередная стратегия их пиар-менеджеров. С благотворительностью я разобралась и поехала дальше. Сегодня я приехала на концерт к девушкам, казалось бы, с ангельской внешностью, но не с ангельскими характерами. В одном из столичных клубов первый масштабный сольный концерт группы «Не ангелы». Почему современные мужчины любят девушек с низким темпром голоса? Ну вы знаете, группа «Не ангелы» это вообще уникальная группа. Их не каждая песня несет в себе любовь, веру, надежду. И когда они поют по всему телу, мурашки бегут. И вы знаете, они для меня вообще это силуэт женской красоты. Какая самая популярная песня у группы «Не ангелы»? Я думаю, Юра, прощай, Юра, прости. Можешь напеть? О, да. Юра, прощай, Юра, прости. Я ухожу в адреси, Юра, не ты, не мою любовь. Юра, пойми, я не с тобой. Группа «Не ангелы» не единожды снималась в эротической фотосессии. Когда от тебя можно ждать подобной сессии? Будет ли вообще она? Ну, у меня были такие достаточно откровенные фотосессии для пары журналов, но никогда не было полностью, полностью. Я думаю, что пока ей вообще не хочется, мне честно. Хотя, черт его знает, это все зависит от моего настроения. Возможно, может завтра. Как сейчас складывается личная жизнь Маши Фокиной? Вы знаете, абсолютно спокойно, потому что я недавно закончила отношения одни и не хочу сейчас ничего. Как ты думаешь, почему большинство мужчин любят женщин с низким тембром голоса? Ну, я не знаю, как мужчины, но я реально люблю тоже женщин с низким голосом. Почему современные мужчины любят девушек с низким тембром голоса? Кто это сказал? Большинство вот так утверждают. Я могу сказать так, что мне нравится... Тебе не нравится? Нет, мне очень нравится. Очень много интересных девушек, особенно мирового масштаба, с низким тембром. И я еще даже открою вам секрет. Певица Слава – это девушка, которую я знаю 13 лет, когда она только приехала в Киев. Грубо говоря, борщи или с одной тарелки. Поэтому это моя очень близкая-близкая подруга, которую я обожаю. И я обожаю очень их низкие голоса. Они достойны уважения. Я забывал о тебе слишком долго. Разлука с тобой словно пропасть бездонна. Ты самый странный, ты красный, ты мужчина. Ты самый странный, ты главный мужчина. Почему современным мужчинам нравятся женщины с низким тембром голоса? Бархат в голосе всегда очаровал как женщин, так и мужчин с обеих сторон взаимно. Концерт группы «Ниангелы» подходит к своему завершению. А мои вопросы границ не имеют. И я поехала дальше. Я приехала на модельные биеннале. Сегодня я узнаю, что такое модельный бизнес и можно ли профессию модели считать, собственно, за профессию. Почему в Европе, Америке модельный бизнес – это полноценная профессия с достойными гонорарами, а в Украине этот бизнес потихоньку умирает? Ну, то есть модельный бизнес начинается с того, когда вы, девушки городов, покупаете одежду ваших же дизайнеров. Когда вы начнете это делать? Вот покажет время. Вы открыли миру многих известных моделей, таких как Наталья Водянова, Ольга Куриленко. В чем залог их успеха? Я должен отметить их данные уникальные, и не только внешние, а, наверное, в соответствии внутреннего напора некого, который позволил им куда-то двинуться. То есть я думаю, что девушек красивых существует довольно много, но вот тех, кто может эту красоту не растерять, показать миру и стать некой личностью, меньше. То есть, чтобы стать профессиональной моделью, исключительно красота, этого мало? Конечно. Это правда, что Мисс Вселенную вы нашли в метро? Не правда, потому что я нашел в метро будущую Мисс Мира. Какими качествами должна обладать настоящая модель? Это зависит, во-первых, от того, что если это модель, то она должна быть, во-первых, высокая, харизматичная и самодостаточная женщина. Все модели хотят удачно выйти замуж. Какие твои планы на будущее? Я тоже хочу замуж, а я тоже хочу удачно. Какими качествами должна обладать настоящая модель? Мужчина, женщина? Ну, во-первых, это фигура, это основное. Ну, ум тоже, тело это хорошо, но разум это более важно для женщины. Украина – это первая страна в СНГ, в которой проводится подобного рода биеннале. Неужели наши девушки самые красивые? Ну, могу сказать, что мы нашли много красивых девушек и молодых людей, между прочим. Мы были удивлены и красотой города в том числе. Это второй раз, где проводится мировой модельный рынок. Почему в Европе, в Америке модельный бизнес – это полноценная профессия с достойными гонорарами, а в Украине этот бизнес потихоньку умирает? Знаете, он не умирает, мне кажется, просто его не знают, как он работает. Как ты считаешь, девушки из модельного бизнеса все легкого поведения? Не, ну почему? Это миф. Ну, на самом деле, многие девушки, да во всех отраслях, и артистических, и в отраслях искусства, в других работах очень много девушек встречаются. То есть, как бы, у нас такое время сейчас, что, где не посмотри, очень тяжело найти достойную девушку. Я, на самом деле, не солидарен с этим мнением, да. Ты считаешь, какими качествами должна обладать настоящая модель? Настоящая модель должна быть добрая, веселая, искренняя, отзывчивая. У нее должно быть хорошее чувство юмора, и она должна быть умная. Какими качествами должна обладать настоящая модель? Настоящая модель должна быть очень харизматичной, так как невозможно преподнести товар или определенный вид марки без харизмы, без подачи. И должна быть с чувством юмора, мне кажется. Все модели хотят удачно выйти замуж. Какие твои планы на ближайшее будущее? Удачно выйти замуж. Какими качествами должна обладать настоящая модель? Мужчина, женщина? Прежде всего, уверенность в себе, менее держать себя, конечно же. Раскрепощенность. Бытует мнение, что девушки, которые работают в модельном бизнесе, это девушки легкого поведения. Ты с этим согласен? Нет, я так не думаю. Это зависит от человека. Ну что ж, с организаторами крупнейших модельных агентств мира я познакомилась и убедилась, что могу быть настоящей топ-моделью. Звезд много, а я одна. Ваша Женя Гоа. Потом оказывается, что звук там хреновый. Отправите своих внуков в школу и начинайте. Боже, я что-нибудь вкусно. В общем, вы поняли. Если у тебя получилось бы отличная модель, ты очень красивая девушка. Я тебе уже миллиард раз это говорил, поэтому ты сама это знаешь. Юра, прощай, Юра, прости. Я ухожу, а ты отпусти. Субтитры сделал DimaTorzok